Я начну с цитаты из 2 Петра, 1 глава, 2-й, 4 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Господа Ешуа Машеха. От божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью». То есть мы Его познаём, и в нашей жизни могут открываться многие-многие разные благодатные вещи, которые Господь приготовил для нас. Это как ты учишься, и ты вдруг узнаёшь какие-то новые вещи. Ты и был финансово безграмотный, к примеру говорю. Тебя кто-то обучил, и смотришь, у тебя какие-то вещи стали срастаться одно с другим. Понимаете, такой же пример. Есть духовные вещи, которые Бог приготовил для нас, и когда мы их исследуем, то они начинают благословлять нашу жизнь. И там сказано дальше. «Дабы вы через эти великие дары садились причастниками божественного естества, чтобы мы приблизились к Богу, стали познавать Его больше, и удаляясь или удалившись от господствующего в мире растления похотью». То есть здесь вот эта фраза, которую я хотел подчеркнуть. Мир, этот мир, его может расклевать, развращать, убивать, делать ему большой незык и проблему похоть. Вот как здесь сказано. Кроме похоть, есть ещё куча вещей, которые могут разрушать этот мир. Вы сами можете подумать, назвать. Допустим, в послании 1 Иоанна говорится, что гордость отчей, гордость житейская, это тоже вещи, которые разрушают. Если мы живём в каком-то нормальном состоянии, и вдруг приходят вот эти вот вещи, это начинает нас просто косить. Почему я начал с этого стиха? Я его взял как образец, чтобы перефразировать чего-то. Тело Машеха или церковь, или кигела, или верующие. Я сейчас не говорю ни о каком здании, я говорю только о группе людей. Есть очень много сильных обетований для нас. И вы наверняка помните такие слова, которые Ишуа сказал. Врата ада не одолеют. Ну, этот стих можно по-разному толковать, но это говорит о верующих, о людях, о чём-то крепком, сильном. Так вот, если бы взять и перефразировать вот этот стих из 2-го послания Петра, то можно сказать, что Бог сделал тело Машеха сильным, и оно может ещё больше укрепляться, если будет единица, если будет молиться, если будет познавать Писание. Но такие вещи, подобные антисемитизму, подобные отторжению святости, подобные отторжению каких-то разумных заповедей Господних, будут расцлевать тело, как похоть расцлевает мир. То есть эти заповеди будут расцлевать тело Машеха, Кириллу, общину. И поэтому я выбрал вот эту тему, о которой я хотел поговорить, призвание Израиля, чтобы вы, мы, группа в основном лидерская, которые преподают в домашних группах, но здесь есть не только лидеры, и мы делаем запись, чтобы и другие видели. Могли понять, что вот эта тема призвания Израиля, её понимать, вникать в неё, она очень важна. Потому что в таком случае ты становишься защищённым от многих, я не хочу использовать слово ересей, но болезней, которые присутствуют в разных учениях, и люди, которые не понимают это, они просто имеют в себе самые разные проблемы и страдания. Я не однажды, неоднократно встречался с разными верующими, которые не очень понимали Израиль, евреев, я думаю, вы тоже. И они говорили, вот я рос в верующей семье, и меня родители с детства говорили, что Израиль — это Божий народ, или евреи — это Божий народ. И ты, может, там с чем-то не согласен, но особенно не лезь в ту тему, чтобы не нарваться на что-то. То есть люди интуитивно чувствовали такие вещи. И слава Богу, что мы живём в то время, когда тема Израиля говорится, поднимается, но сейчас во время обстоятельств, в которых мы живём, по всему миру вспихивают опять масса антисемитизма и начинают говорить, ну вот, у вас там 130 человек похитили, или там больше было, 240, а сейчас вы так и сяк. То есть эти вещи уже слышаны были не раз. Я думаю, нам будет полезно повторить какие-то вещи. Ещё одна фраза, которую я хотел сказать. Помните, как-то я проповедовал, большинство из вас, мне кажется, были тогда на проповеди, у нас как раз китайцы были, и я на кухне нашёл нож их не такой большой. И я показывал, что нож – это инструмент в руках Господа. И по Писанию этим ножом является Израиль. Но остриём этого ножа, по Писанию, является верующие в Ешуа. И сегодня это такая аллегорическая картина, это инструмент некий, остриём которого являются верующие в Ешуа, евреи и неевреи со всего мира. Но ножом или инструментом, который держит это остриё, по-прежнему является Израиль. Поэтому вот эта тема призвания Израиля, она очень важна. Без неё любой христианин, который отвергает Израиль или не понимает для чего к чему, он похож на пришельца какого-то, непонятно с какого мира. То есть, ну, как бы упал здесь, и он вообще как бы ни с чем не связан. Что такое призвание? Что такое вообще призвание? Я сейчас не про призвание Израиля. Что такое призвание? Ну, у каждого из нас есть своё призвание. И я думаю, очень важно понимать, что каждому человеку на каком-то этапе следует задавать себе вопросы. Вот я живу, вот я родился, вот я этими вещами доволен в жизни, этими недоволен, эти вообще серая зона. Здесь я что-то пропустил, это я уже догнать не могу. В чём моё призвание? В чём моё призвание? Для чего я? К чему я призван? Я уже неоднократно на проповедях приводил пример Авраама, Ицхака, Якова. Почти всегда их жизнь, когда заканчивалась, подчёркивалась такой фразой, что и ушли наполненные годами, то есть совершили. Павел немножко по-другому про себя сказал. Он говорит, я течение совершил. То есть я сделал, чтобы Павел всегда был прав. Ну даже в Писании записано, как у него вообще были проблемы. Он там был, по сути, причастен к сверхсуровым гонениям первой общины. Там даже когда побивали Стефана, он там был, и он многих людей оказался для них большим вредителем. И даже потом, будучи верующим, помните, у него разлад между ним и Марком случился. Помните, в Иварнаве, там был какой-то такой непонятная ситуация. Мы до конца не знаем, что там было. Но с Петром он говорит, я противостал Петру. Это в современном языке говорится терке. То есть это не всегда всё идёт гладко. Но Павел говорит, я двигаюсь вперёд, я продвигаюсь вперёд, я оставляю заднее. И я течение совершил. В послании Ефесянам есть интересная фраза. Она говорит, я читаю Ефесянам 2 глава, 8-10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сию не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, творение Его, созданы в Мессии, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, по сути, этот стих говорит примерно так. Не думайте, что вы можете спастись какими-то там делами. Мы спасаемся или получаем благодать и силу благодаря жертве Машиеха. Но когда мы обрели жертву Машиеха, когда мы уверовали в нашего Спасителя, Бог производит в нас чё-то. И это чё-то должно выражаться делами. Оно должно выражаться изменением нашей внутренности, нашего характера. И оно должно проявляться в каких-то делах, которые мы делаем. То есть, призвание – это когда ты начинаешь что-то делать. Возможно, это что-то небольшое. Оно может увеличиться, может уменьшиться, может быть по-разному. Я далёк от харизматического наставления, что ты поедешь и ты там будешь проповедовать в Африке и в Саудовской Аравии. Вы, наверное, многие слышали такого плана пророчества и наставления. Это часто люди немножко лишнее дерзают. Если ты стоишь на своём месте, ты наполняешь тот пазль, который Господь приготовил для тебя. И в один день ты скажешь вместе с Павлом, течение совершил, всё нормально. Здесь не нужно быть супер-выдающимся или супер-невыдающимся, потому что все разные, и у Бога все выдающиеся. Это известная фраза из Талмуда «Ради тебя Господь сотворил этот мир». То есть мы должны это понимать. И, разумеется, кроме личного призвания есть то, что называется народное призвание. Когда у народа есть определённое, мы, видите, подходим потихоньку к такой теме, для которой я вас пригласил, призвание Израиля. У каждого народа есть своё призвание. И нету народа хуже, чем другой. Подобно, как нету в нас органов, которые у нас лишние. И когда кому-нибудь чего-нибудь там подрезают, режут или чего-то делают, то ты начинаешь вдруг ныть и говорить, ну, уже нехорошо. Важно, чтобы... Я когда-то был в поездке в Японию, и у меня стал воспаляться на мизинце, на мизинце, на мизинце ноготь, ну, вот неудачно обгрыз его в самолёте, вылетая из Израиля, и почувствовал, что я сделал неправильно, что я стал грызть ноготь. И когда я уже туда прилетел, он уже воспалился, он меня всю дорогу потом антибиотиком лечил. Но это было просто ужасно. Ни одного места не мог дотронуться. Просто, просто катастрофа. Так вот, у каждого народа есть своё место и свой дар, и своя возможность быть, раскрыться перед Господом Богом. Апостол Павел на эту тему говорит в Деяниях, в 17 главе, с 26 по 28 стихе. Он говорит, от одной крови, то есть от одного Адама, Бог произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хоть Он и недалеко от каждого из нас. То есть Бог рядом с каждым. Эту фразу Павел говорит в Греции, то есть он даже это не евреям говорит. Говорит, вы греки, у вас есть своя роль. Вам нужно найти её и исполнить её. И тогда будет всё хорошо, как говорится в Израиле Сабаба. Призвание Адама. Адам был первый человек и про его призвание можно говорить очень много. И я далёк от мысли, что Адам был такой почти на обезьяну неодертальца. Похож, я вообще не верю во все эти теории эволюции. Я думаю, что есть, да, деградация, потому что от чего-то совершенного мы пришли туда, где мы далеко не совершенные. И мы можем это видеть на свидетельстве священных писаний, которые говорят о продолжительности жизни, об интеллекте, о духовной власти и мощи Адама. И первых людей даже после грехопадения они были невероятно сильны. Даже ангельские ангелы, какие-то божьи сыны хотели входить к дочерям человеческим, чтобы понять, что в этом человеке сокрыто, что-то невероятное. И у Адама было очень чёткое призвание. Ну, понятно, плодитесь и размножайтесь, это как бы базовый такой элемент. Возделывай сад, занимайся тем, чем тебе предложено. Я сейчас говорю немножко со своей колокольней обозрения. Я думаю, что у Адама было ещё одно очень интересное призвание. Оно будет связано с призванием народа Израиля, поэтому я здесь как бы чуть-чуть остановлюсь побольше. Есть такая фраза в послании к Коринфянам, что был ещё кто-то, кого назвали Адамом, последний Адам. Про Ишуа написано, он был последним Адамом. И Павел, которому были раскрыты просто суперкрутые откровения Господни, в послании Ефесянам говорит, что тайна, одна из тайн Божьих, чтобы устроить полноту, чтобы в устроении полноты времён всё небесное и земное соединить под главою Машеха. Ну, то есть, переведу на русский язык. По всей видимости, позднее мы коснёмся этой темы немножко кратко, это не сегодняшний разбор, сотворяя все духовные существа, сыны Божьи, Серафимы Херувими, есть их много, десятки, там чего-то произошло, мы не знаем до конца, еврейская мистика копает эту тему, тоже здесь нету абсолютной уверенности, что это так или иначе, но первый-второй стих, бытия первой главы говорят, что земля была безвидна и пустынна, помните эти слова? и некоторые говорят, опять-таки, последователи большого взрыва, что всё было на атомах, оно взорвалось, и оно вдруг стало формироваться в эти мегапселенные и прочую ерунду. Я думаю, что этот стих, ну, я думаю, потому что я читал об этом мнение умных людей, теологов и профессоров, что была какая-то предкатастрофа, что-то там случилось, какое-то восстание, какой-то бунт, чуть позднее мы чуть-чуть больше коснемся на эту тему, и там случился какой-то надлом до такой степени, что хаос наступил, и когда Господь даёт Руха-Кодыш витать над землёю, чтобы воссоздавать в ней основы жизни и потом сотворяет Адама, то одно из предназначений Адама было упорядочить этот хаос. Но Адам и последующее поколение не справились. Но последний Адам справился, я читал вам этот стих только что, там написано, примирить земное и небесное, навести порядок, навести какое-то установление. Писание там и здесь дают на эту тему некоторые намёки, и потом мы будем ещё немного говорить на эту тему, это будет становиться одним из призваний и Израиля, и всего тела Машиаха, верующих людей. Из Адама должно было произойти человечество, которое было бы не только самодостаточным, размножалось, плодилось и возделывало бы сад, но могло бы ещё быть неким примирителем для всех вот этих небесно-дальних структур. Призвание Израиля. Сейчас просто про Израиль буду говорить, но всё равно нужно с чего-то начать. Я только что сказал в двух словах о какой-то мега-катастрофе, которая там случилась, и Адам был призван к тому, чтобы повлиять на это. Он был нечто великолепное. Писание, когда описывает Адама, говорит про него Тов-Меод, то есть это суперполнота и совершенство. Но из-за чего-то там немножко описана история, которую можно трактовать самыми разными способами. И мы читаем «Змей говорил с Хавой», потом Хава говорила с Адамом, они ели от древа познания добра и зла, и что-то случилось. Вот, что-то случилось. Даже после того, как это случилось, народ всё равно был крайне велик. Велик. И Каина-Сифовое поколение достигло невероятных успехов. Сейчас я говорю вам какие-то свои понимания. Я много лет копаю и продолжаю копать эту тему. Мне она интересна. Я могу ошибаться в каких-то вещах, но я предлагаю вам своё мнение. Не совсем вы обязаны согласиться, но хотелось бы, чтобы думали примерно в том же направлении. И я привожу такой пример, если вы посмотрите информацию в интернете, с 1870 года, когда население Земли было 1 миллиард человек, за 150, за 170 лет мы стали сколько сейчас? 6-7 миллиардов. 8 миллиардов. 7-8, не важно. То есть в 8 раз увеличилось количество людей. Это за 170 лет. Запомните цифру 170 лет с 1 миллиарда до 7-8 миллиардов. Наши поколения наполнены проблемами, войнами. Каждая мировая война убивает миллионы, десятки миллионов людей. Не мировые войны убивают кучу людей. Вот у нас сейчас война идёт и погибло, неважно враги или не враги, погибли. В Сирии там они все друзья. За несколько лет они убили 500 тысяч человек. Про это даже никто особо не говорит. Другое наше здоровье оставляет желать лучшего. То есть люди живут 70 лет, 80 лет. Я помню ещё 30 лет назад, когда кто-то доживал 70-75, говорили нормалёкс. Сейчас получше, сейчас уже говорят 82-85, 90 лет. Но всё равно сколько детей рождает женщина? Ну, нет, не 20, 50 лет назад могли 10 детей родить, правильно? Сейчас 2-3, 4 в лучшем случае, ну, если чуть больше, это уже редкость. Теперь, если вы просто подумаете, что от Адама до потопа было 1500 лет, и средний возраст тогда был 800 лет, и они жили и не тужили. Вы можете представить, сколько родилось людей? И почему я могу говорить про эту тему немножко так дерзновенно? Я думаю, что в потопе погибло так, миллиардов 200. Миллиардов 200, не миллионов 200, миллиардов 200, потому что они оставили после себя очень много памятников, имеется в виду каких-то мегалитических и прочих конструкций и строений, которые показывают о наличии высочайшей технологии, которая разбросана по всему лицу Земли на всех континентах. И слава Богу, у меня была возможность побывать во многих местах, и частью поездок я всегда давал, ну не всегда, но последние лет 10 отдавал этому интересу пойти посмотреть что-то, чтобы показать. И везде, в любом месте, практически везде я видел вот эти вот древние вещи, которые показывают о могуществе, даже потоп не смыл это все, даже все эти 4 или 5 тысяч последующих лет не удалило это. То есть это говорит о том, какие они были великие. И они отличались и здоровьем, и духом, и интеллектом, но они не справились с грехом. И человечество опускалось ниже, ниже и ниже. Я на моих семинарах, которые я до пандемии ездил, делал, я говорил на эту тему. Вообще я редко говорю, но иногда говорю на эту тему, поэтому большинство из вас слышали эти слова. Я просто чуть-чуть повторяюсь. Но что там было, нам очень тяжело понять, потому что Библия очень коротка в этих свидетельствах, в разных других литературах мы всегда сомневаемся, насколько там честно и правильно передана информация. Но если кто-то интересуется, то можно выстегивать информацию и учиться. Я сейчас немножко хочу поговорить о ситуации, которая описана в Библии. Мы сейчас подходим к призванию Израиля, я вам рассказываю, для чего Израиль был образован Господом Богом. Вот без этой предыстории очень тяжело это понять. Я хочу рассказать про историю, которая записана в 10 и 11 главах Бытия. Если кто-то помнит, там есть Сипур про Вавилонскую башню, что была долина Щинар, Синар она по-русски написана, Щинар. Некоторые говорят, что Щинар от слова Шумер. Наверное, слышали такое выражение шумерские цивилизации и прочее. Короче говоря, библейская история рассказывает, что был бунт против Господа Бога. И предводителем этого бунта был человек по имени Нимрод, один из потомков Хама. И в Израиле есть компания, я не знаю, есть ли она сейчас, раньше была, производившая Дудшемеш, Нимрод. Сейчас есть? Да, на них написано, ну, есть. Я очень удивлялся, как израильская компания дала название себе Нимрод. Нимрод с иврита это начинающий восстание, мерид, мерида, восставать, бунтовать. И у него есть очень интересная классификация, которую дают ему писание, что он был охотник. И слово охотник в иврите это не тот только, который гоняется за зверями, это тот, кто цаеда бнеадам, то есть ловит людей словами, он был большой организатор, кто смотрел какие-то отрывки разных диктаторов, у диктаторов есть дар, вот если кто-то помнит фрагменты хроники фильмов, как Гитлер гипнотизировал толпы, то есть как Сталин выходил, как Мао-Дзи-Дун выходил, они гипнотизировали толпы людей, то есть это определенная способность, которая есть в человеке, так вот у Нимрода она была такая, что он загипнотизировал весь тот развивающийся мир и они стали строить башню до небес. Почему я рассказываю это? Потому что все это было не только духовно, они восстали против Бога и само имя Нимрод, восстание, это было очень прагматично и некоторые медроши рассказывают, что одна из целей построения этой башни было воздвигнуть здание, чтобы воды потопа, если придет еще раз, не могли подняться, то есть выше любых гор. И они там прогрессировали и это опять-таки показывает, что они сохранили что-то с допотопного времени или технологию или какие-то артефакты, что позволяло им делать просто великолепнейшие вещи, ну просто подумайте о таком мега сооружении и это совсем немного лет прошло после потопа, ну может быть сколько, 200 лет, 250 лет, мы точно не знаем, но я не об этом хотел поговорить, я хотел поговорить об игре слов, которая присутствует на иврите, и те, кто потом посмотрит, вы увидите, что в иврите то поколение имело три уровня общения, на котором они могли взаимодействовать друг с другом, помните суть Вавилона, что Господь смешал языки, и очень часто, когда мы читаем русский текст, то мы видим только язык, 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 смешал язык на одном языке, и он взял, смешал, и они стали, перестали понимать друг друга, там, если вы почитаете, то увидите нечто очень интересное, я вам свою версию преподаю, сами думайте, есть в иврите 10 и 11 книги бытия три разных слова, которые выражают язык, первый это лошон, и там, когда вы в 10 главе читаете, что и сыны хамовы по семействам им, и сыны ефетовы по семействам им, и сыны Сима или Шема по семействам им, и по лошон им, по ихним племенным языкам, то есть, тогда они уже, каждый мог говорить на своем языке, каждый мог говорить на своем племенном языке, которое, которое в бытие в 10 главе называется словом лошон, вы здесь в Израиле живете, даже те, кто не владеет нормальным евритом, знают это слово лошон, правильно? На еврит сегодня говорят лошон кодиш ледугма, ну, святой язык, но это лошон, это английский это лошон, еврит это лошон, русский это лошон, киргизский это лошон, китайский это лошон, это племенные языки, но написано в бытие в 11 главе что по всей земле было сафа эхад ведворим ахадим и сафа эхад часто переводится как общий язык, который объединял всех и очень часто мы могли сказать окей, это как сегодня допустим английский к примеру но если вы попутешествуете даже в близкой нам Европе есть целый ряд мест где масса людей английский язык не знает вот просто не знает хитруки вы были по нашим следам в Финляндии там масса людей их doesn't speak Франция нет в Германии то есть кажется молодежь уже более менее а те кто постарше не но но сейчас есть язык который объединяет всех я не буду вас мучить вопросами что это интернет это язык или это софа или это какое-то ноу-хау которое уже не ноу-хау которое объединяет всех и сейчас есть во-первых масса приборов которые перевести могут благодаря интернету но сегодня весь мир подвязан на интернете и ты не можешь ну еще можно где-то там получить кабалу заплатив деньги и тебе выпишут квитанцию рукой ну в большинстве мест все становится более и более и более и более компьютизировано не говоря уже о всех банковские переводы электричество контролируется водные потоки весь суплай все что подается в магазине это все на базе интернета и поэтому софа это что-то что объединяет всех ну вот я в данном случае даю интернет но там написано и были у всех дворы ахадим на иврите слово давар можно тоже перевести как слово слово давар это слово и про ешуа сказано в яна что в начале было слово там написано давар и давар был у бога и давар был бог ну вот так вот сказано но давар это может быть еще что-то осязаемое то есть вещь кто-то сказал здесь если я вам сейчас кину такую штуку как сейчас идет развитие айэй кто знает что это искусственный интеллект и вы знаете молодняк наш даже в общине они во все этим пользуются я допустим не рискую туда залазить потому что не хочу чтобы еще какой-то айэй начинал контролировать и изучать меня но у молодежи на эту тему страха нету и они вот как мы в гугле делаем поиск они разговаривают с айэй и они ищут много-много информации и только представьте что этому явлению дастся больше места и оно начнет больше и больше контролировать многие-многие вещи есть такие странные фильмы когда человек приходит на суд а вместо судейской комиссии сидит машина которая просто воспринимает его слова не следует мотивацию ничего бац и выдает ему вердикт да просто делает математически то есть это катастрофа если такое когда-нибудь будет потому что что будет но я не про это говорю я говорю что люди которые тогда были намного более развиты чем мы у них были племенной язык у них было что-то я повторюсь я сомневаюсь что это был разговорный язык который объединял их всех и у них был какой-то определенный уровень товара три уровня общения у них было который мы только в нашем поколении начинаем видеть он внедряется больше и больше а тогда он уже был на всю катушку и написано увидел господь что зло они решили и господь не трогает товар но он уничтожает софа второй уровень то что объединяет все народы ну вот как сейчас интернет теперь я вам нарисую ужасную картину просто последуйте логике и подумайте если сегодня кто-то отрубит интернет по всему миру нарушится все взаимодействие людей и пускай все атомные боеголовки заржавеют в своих шахтах но из-за не из-за необычного количества сбоев электричества подачи воды продуктов лекарств прочего за полгода не смогут сделать шаг назад ну может сделают шаг назад когда и вернутся во времена факсов и телефонных звонков к аналоговой схеме за это время умрут сотни миллионов людей потому что прекратиться подать будет катастрофа так мы слабее чем они и мы меньше зависимы от вот этого объединяющего языка когда там что-то случилось когда Господь разрушил план Вавилона то человечество погрузилось в то что называется самое дремучее время теперь интересная просто языковые комбинации слово Вавилон или Бавель с аккадского языка а аккад это был один из сыновей хама поэтому я доверяю что есть вот такое толкование на аккадском языке слово Бавель или Вавилон как мы говорим по-русски Бавель Ба это врата а Эль что это Эль Эль это врата Божьи или врата богов то есть у них была та же самая тема которая была у Хавы со змеем в Эдемском саду что и войдете и будете как боги но на иврите слово Бавель происходит от слова Бильбуль что такое Бильбуль путаница мебульбаль человек мебульбаль вот вы если бы ну кому доводилось прийти в больницу человеку сделали операцию и он отходит от от наркоза у него все в голове плывет он не знает но поэтому сейчас они там используют по-другому как пробуждать но вот это именно такое состояние земля погрузилась во тьму и это одиннадцатая глава бытия и вот здесь мы читаем и вот здесь мы читаем в двенадцатой главе как вдруг начинается динамичное развитие и происхождение народа Израиля как бы оппозиция тому что произошло до там все погрузилось во тьму а здесь вот вам пожалуйста источник света то есть призвание Израиля начинается с Авраама и целью было просветить тот весь мир который оказался во тьме я прочитаю одно место которое по-моему классно выражает ту ситуацию эта ситуация повторяется многократно в мире и может быть повторится еще раз это Исайя 60 глава с 1 по 3 стих здесь говорится восстань светись там в русском языке написано Иерусалим но это курсивом то есть там слова Иерусалим нету в оригинале восстань светись ибо пришел свет твой и слава Господня взошла над тобою ну это про Израиль в общем-то говорится по смыслу если вы читаете контекст этой главы ибо вот тьма покроет землю и мрак или слэш туман на Рафель там написано народы то есть это вот как раз состояние бильбуля когда вроде умные вроде запутанные и сегодня мы встречаем массу умных людей которые бывают крайне запутанными так вот в те времена когда Господь судил мир во времена строительства Вавилонской башни он так путал не только их интеллект не только убрал способность человеческого общего взаимодействия но люди были просто потеряны и духовно и интеллектуально и морально то есть есть такие вот выражения темное средневековье настоящим темным был век именно в то время и тогда когда они разбрелись от Вавилонской башни каждый там раскопал свой городок может быть послепотопные может быть отстроили чего-то может быть что-то сделали и окопались и поставили вокруг защиту чтобы жить своим маленьким народом только бы нас никто не убил и как-нибудь да прокормимся и вот прочитайте про те вот истории которые записаны Иерихон был такой это был город который окружен туда не пробраться Иерушалаем там где Иерусей жили был такой же такие мы были все города потому что люди были в смущении вот я не знаю как вы но когда вот сложные вещи случаются у нас я люблю чтобы все собрались дома и пускай кто-то учится там кто-то живет там я хочу чтобы все вот моя семья мы были вместе это дает хоть какое-то ощущение силы и защиты и вот у нас были непростые месяцы и я очень ревновал чтобы не надо каждый пускай занимается своим делом главное чтобы вот в этом пространстве и это вот было состояние мира когда люди погрузились в невероятную тьму и вот посреди всего этого Господь поднимает Израиль сейчас я сделаю маленькое отступление я касаюсь разных разных тем можно будет потом послушать запись кому будет интересно даже задать вопросы все что происходит в этот момент в тот момент в этот момент в любое время на земле оно интегрально связано с небесами и на самом деле на эту тему обычно в собрании мало говорится потому что больше на собрании обычном ну вот не на обучающем таком а на обычном мысли и дух говорят увещевать людей поклоняться Господу помолиться вместе принять вечерю Господню что-то такое духовное священодейство сейчас мы учимся и это немножко по-другому поэтому на эти вещи не всегда говорится но некоторым интересно я вам сейчас почитаю два текста то есть один и тот же текст в разных интерпретациях библейских и возможно у некоторых картина мироздания станет яснее во второзаконии в 32 главе в 7 стихе с 7 по 9 стих говорится вы знаете что на сегодняшний день присутствует три библейских текста такие х тексты которые считаются верными кто знает библейский масоретский текст слышали такое масора септуагинта и текст шамруни который в самарии самый древний текст это септуагинта она была написана примерно за 280 лет до рождения Ишуа и ее записали на греческом языке 70 еврейских мудрецов которых тогдашний царь греческий сказал мы хотим иметь еврейскую библию на своем родном языке и он запер 70 преданий 70 старцев израильтян которые в совершенстве владели ну разумеется евритом и греческим в разных комнатах и они каждый перевели пятикнижие и оно совпало с чухниными словами это считается самым древним текстом примерно с первого это за 280 лет до рождения Ишуа этим текстом пользовались в Израиле все время не подвергая его никакому сомнению на протяжении веков но с первого века нашей эры по пятый век нашей эры это была долгая работа израильские еврейские мудрецы более фарисейского направления которые не дружили с бывшими саддукеями помните кто это сделали свою версию она называется Мессура этот текст он сейчас распространен в Израиле Мессура Масаретский текст есть еще самаритянский текст Библии и например если вы читаете Деяния апостолов помните там был Стефан которого побили камнями Стефан во время своей защитительной речи против обвинений мудрецов делает две ошибки и многие антимиссионеры говорят вот ваша Библия неправильно вон Стефан зашибается в деяниях апостолов но если бы надо было кому-то это могли бы отредактировать и все было бы правильно просто именно в этом подчеркивается правизна Библии что как было так и записали а как объяснить Стефан был уверовавшим из самаритян и поэтому он делает естественные для самаритян ошибки например какие там две такие массированные ошибки или три вот одна из них здесь будет присутствовать в тексте который я вам прочитаю что в нашем тексте место нашего святого храма это Иерусалай а они говорили гора Горизим помните спор между самаритянской женщиной и еще как вы иудеи говорите там когда у нас записано так помните эту историю вторая вещь где похоронен Авраам и он говорит наши праоцы были похоронены и он говорит в Шхеме а на самом деле наши праоцы похоронены в Хевроне то есть он делает в Шхеме Иосиф похоронен он делает несколько ошибок то есть в самаритянской Библии есть несколько проблем но что интересно кумранские свитки или кумранские как их называют то что нашли в кумранах оно частично подтверждает септуагинту частично подтверждает масорет и частично подтверждает шамроне поэтому здесь нужно подходить в некоторых случаях по умному давайте я вам прочитаю интересные тексты итак второзаконие 32 7 по 9 стих вспомни дни древние по мысли о летах прежних родов спроси у отца твоего и он возвестит тебе старцев твоих и они расскажут тебе интересный стих 8 когда всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих тогда поставил пределы народов по числу сынов израилевых то есть мысль такая число сынов израилевых каких про что он говорит здесь про тех которые вошли в Египет 70 и он говорит по числу вот было 70 человек евреев которые вошли с Яковом в Египет по их числу существует 70 народов и есть как бы связь между каждым вот этим евреем и этими гоим то есть как бы есть какая-то связь но следующий стих немножко путает 9 ибо часть Господа народ его Яков наследственный удел его так вот это массаретский текст который фарисеи вывели возможно у них был какой-то интерес так написать я лично думаю что здесь был умысел там в восьмом стихе записано немножко иначе в синаидальном тексте и в самаритянском тексте там написано когда Всевышний народом владение давал когда он разделял род человеческий народом на делы он определил по числу сынов божьих о чем это говорит а про Израиль сказано а Израиль оставил себе как свой собственный удел я поясню о чем там говорится помните Павел говорит от одной крови и плоти Бог расселил людей по всей земле над каждым народом над каждым регионом Господь Бог поставил сына Божьего одного из каких-то высокопоставленных духовных существ которые должны охранять этот народ наставляя его на суд и на правду этому мы видим много подтверждений в Библии помните Михаил и Гавриил боролись с князем персидским в книге Даниэль кто помнит то есть князь персидский был поставлен над Персией подобно как князь турецкий или князь российский или князь английский или еще над каждым народом Господь Бог поставил какого-то своего великолепного ангела очень высокого полета ангела про Израиль же он сказал нет над этими я никому не дам владычествовать но я сам буду их царем и тут так и сказано ибо часть Господа народ его то есть это мое яков наследственный удел мой но мы знаем что Израиль не всегда себя вел хорошо и периодически когда Израиль вел себя нехорошо Господь говорит я не пойду в этот кусок пути с вами но малах панав пойдет с вами помните такие слова в пустыне народ тогда стал возбухать если ты с нами не пойдешь мы вообще не пойдем помните как они Моисея потыкнули то есть Бог сказал этот кусок я с вами не буду ангел лица моего тоже кто-то очень высокий будет стоять с вами есть другое место когда Господь говорит ну не Господь но Даниила допустим и ваш князь Михаил пришел поддержать меня возможно когда Израиль был в изгнании именно Михаил был обязан оберегать израильский народ почему я говорю про это я хочу показать что жизнь людей на земле связана с небесами и от начала были существа имеется ввиду какие-то очень высокие сыны Библия их называет тремя языками тремя словами или четырьмя даже словами например называют их элим помните выражение в псалмах посреди богов восстал Господь очень часто случается и мы говорим про каких богов тут вообще говорится что посреди этого как его олимпа или римского пантеона да конечно же нет Господь говорит посреди элим каких-то это не простые ангелы даже не архангелы это какие-то очень высокие фигуры которые стоят над целыми народами над целыми духовными и физическими явлениями я не хочу сейчас смешивать физику и метафизику но в откровении написано про это что я увидел ангелов которые руководил ветрами помните там один он сказал дулейте ветры дулейте ветры кому интересно почитать немножко про ангелологию качните с интернета любую из книг Еноха я не отвечаю за все что там это стопудово но интересно понять как оно там все немножко устроено это интересно короче говоря эти ангелы или эти высокие существа называются элим или бней элогим сыны божии или элогим словом элогим обозначается не только господь бог писание этим словом может называть и силы и и сынов божьих и даже судей человеческих написано а тем элогим еще говорит это слово повторяет новом завете он говорит там вы судьи вы элогим поступайте же правильно то есть мы должны во многих местах понимать подтекст контекст о чем там говорится так вот эти эти элогим или бней элогим помните иова и когда собрались сыны божии пришел между ними кто нет не люцифер сатан почему я хорошо сказал и я тебя это исправляю скажу почему сатан это не есть одна сущность это не есть персона какая-то словом сатан писание называет самые разные сущности которые иногда с собой возможно никогда не встречались например ибо древний змей который еву соблазнял и дракон это одно и то же они названы сатаном люцифер в языкиля и в исае там написано про херувима то есть один был такого уровня избран на то чтобы лесотен противодействовать или испытывать людей народы всякие сущности другой был чтобы для адама и евы это для этого они возможно не пересекаются друг с другом но они направляются на то чтобы испытать как кто знает выражение краштес краштест для машины вот машину сделали ее не сразу пускают в производство ее несколько раз об столбик долбанут поставят туда каких-то чучел с датчиками чтобы оно отреагировало насколько защищенно то есть Господь Бог проводит через такие краштесты и людей и народы и все что угодно про Иова мы читаем и сказал Господь ладно испытай его кого еще Бог испытывал но самые яркие примеры Ешуа Бог испытывал а царя Давида он не испытывал помните как написано и внушил ему сатана исчислить народ Израилев в одном месте так написано а в другом и Господь сказал ему исчислить то есть как бы от Господа исходят эти вещи очень часто я сейчас я сейчас не хочу вдаваться в ту тему я просто хочу сказать что эти великие Элим были как духовные цари над народами и у них была задача понимая веренных им людей учить их правде и суду чтобы каждый народ развивался хорошо но вы помните я уже заметил что там что-то случилось Бытие первая глава первый второй стих хаос и хоть хаос был разряжен действием Святого Духа полная гармония тогда не наступила и когда Ишуа пришел и восторжествовал примирил земное и небесное уравновесил какие-то вещи там все равно продолжаются какие-то процессы про которые мы ни сном ни духом это не нашего ума дела но Псалом 81 к примеру Псалом Асафа Бог стал в сомне богов Элим среди богов произнес суд то есть он говорит этим вот высокопоставленным Элим он говорит да коли будете вы судить неправедно и оказывать лицемерие нечестивым давайте суд бедному и сироте угнетенному и нищему оказывайте справедливость я проскакиваю не знают не разумеют во тьме ходят все основания земли колеблются я сказал вы Элим вы боги и сыны всевышнего все вы то есть это не просто для людей слова идут это слова обращаются к Элим и он говорит ну умрете как человек и пойдете как всякий из князей то есть здесь писание говорит что в один день Бог за то что эти Элим вели себя неправильно произведет над ними суд и то же самое говорит Исайя 24 глава Исайи 21-22 стих и будет в тот день посетит Господь воинство выспреннее в высоте тех которые поставлены помните еще восторжествовал над началами силами и властями кто помнит такое выражение то есть какие-то сущности которые управляют народами посетит их и так же царей земных на земле и будут собраны вместе как узники в ров и будут заключены в темницу и после многих дней будут наказаны о чем это говорит это говорится что в один день вот мы часто говорим Господи ну сколько все вот это вот можно терпеть вот то есть что-то исходит от этих высших низшие это берут и развращаются вместо того чтобы доброе и справедливое исходило и Господь в один день придет и накажет накажет он накажет не только коррумпированного полицейского он накажет не только коррумпированного врача он накажет коррумпированного премьер-министра или какого-то делягу он накажет так же коррумпированного своей властью Эль-Эля который был господином который должен был небесное передавать на землю а он ради своих личных каких-то конкурентных вещей я фантазирую делает по-другому и эти князья будут наказывать будут наказываться есть еще место про таких князей вообще когда сотворялся человек есть Медрашим который рассказывает что все эти князья великие разделились в своих мнениях были ангелы которые говорили зачем ты сотворяешь человека он будет такой-такой-такой а допустим в книге Иова наоборот написано и когда Бог сотворял людей то ликовали звезды кто помнит такое выражение звезды это не коховим который мы видим на небоскводе мы здесь в этом языке звезды это какие-то вот эти духовные по всей видимости тоже бнеилугим или элим это одно из их дополнительных названий то есть они восхищались как Господь Бог сотворяет все короче говоря я уже говорил Бтие первая глава с первого второго стих была тьма и хаос какое-то столкновение атеистический мир эту космографию переделал в большой взрыв типа там все взорвалось из хаоса все сложилось на самом деле это наверное говорится о каком-то духовном коллапсе и и суть всего этого что что-то нарушилось и именно поэтому одно из мест писаний Колоссянам вторая глава я четырнадцатого стиха читаю Ешуа он истребив учением бывшее нас рукописание которое которое было против нас он взял его от среды и пригвоздил к кресту отняв силы у начальств властей властно поверг их позору восторжествовал над ними собою то есть я опять таки попробую перевести эти слова на русский язык эти власти силы и начала которым было верено руководить народами на ком-то этапе тоже скоррумпировались в чем была коррупция там я не знаю но эти духовные авторитеты каждый выдавал своим народам лживые рукописания это наверное объясняет что у разных народов есть свои духовные книги то есть у индусов свои у этих свои и здесь сказано что Ешуа пришел отменил власть этих дав истину он восторжествовал над ними насколько мы видим результаты этой победы я думаю она раскроется когда в Израиле раскроется она тогда во всем мире она раскроется когда сбудется Захария 12 глава когда написано из Алью от Духа Моего и будут взывать и рыдать и узрят того которого пронзили и руаха Дунай наполнит Израиль тогда каким-то образом эта истина про которую я только что сказал что рукописания этих народов они в теории отменены но они придут но истина придет и наполнит эти народы и изменит всех сразу это будет просто как воскресение из мертвых и очищение всего мира и мы знаем что есть так называемые глобалисты кто слышал слово глобалист которые говорят о новом мировом порядке что это будет что-то такое ну как бы пугают правильно да в один день придет Божий единый миропорядок когда лев сможет лежать рядом с ягненком и когда ребенок сможет на аспида наступить и будет все в порядке но тьма она связана не только с тем что на земле она связана с тем беспорядком который существует присутствует в более высоких структурах и вот когда тьма эта сгустилась я опять возвращаюсь к моменту Вавилонской башни когда Господь разрушил то что там было Бог призывает Авраама и говорит выйди лех леха выйди из среды всего этого Вавилона стоило бы так это слово рассмотреть и я сделаю тебя орудием или благословения или суда для всех народов помните какой какая фраза постоянно повторяется в книге бытия связанная с Авраамом и Схаком и Яковом благословляющих тебя я благословлю а проклинающих прокляну и здесь очень часто в харизматическом движении говорили давайте скинемся еще нескольких копеек на Израиль тогда мы их благословим и нам придет благословение я думаю некоторые помнят такие моменты это было не так плохо и пускай бы оно и продолжалось но суть этих стихов она другая чтобы вникнуть в призвание Израиля присоединиться к призванию Израиля и вместе с Израилем быть теми избранными которые Господь использует для исправления мира исправления от Вавилона от всякого зла для напоминания вы помните Вавилонская башня три уровня общения Господь вмешивает потому что все эти уровни общения были замешаны на грехе и как результат кромешная тьма бильбуль в сердцах людей люди просто потерялись посжимались свои племенки и семьи племена и семьи чтобы только кто другой не обидел не это тьма покрыла народы и туман я люблю это слово не мрак а туман переводить потому что оно так и написано Арафель те из вас кто водит машину знают что когда очень темно то ты просто включаешь свет и едешь нормально ты все видишь но когда туман то даже противотуманные фары пробивают не очень глубоко мы как-то с Ниной поехали нас Игорь Насаев направил в Марианские лазни помнишь ты нам посоветовал мы прилетели в Прагу и на каком-то маршрутном автобусе трансфер делали был туман я я заставлял себя спать чтобы не трястись от страха потому что такой туман был а он гнал и нормально слава Богу конечно но когда вот эта тьма туман покрыли народы Господь поднял свет Авраама и сказал выходи лех-леха оттуда выходи оттуда я сделаю из тебя народ у которого в руках будет власть доводить или Божье благословение или провоцировать Божье благословение или Божьи суды позднее я слышал такое высказывание которое сказал Дерек Принц возможно другие тоже его слышали что Бог благословляет Израиль непосредственно от себя а народы благословляет через Израиль и Бог наказывает народы непосредственно а Израиль наказывает через народы то есть ну как-то вот эти стихи вот так они работают и вот еще место которое я сейчас про Израиль говорю про призвание Израиля когда Господь общается с нашим народом то говорит такие слова я я и потомству твоему навеки дам эту землю сделаю потомство даю как песок земной если кто сможет сосчитать песок земной то и потомство будет сочтено тут говорится ибо всю землю которую ты видишь дам вам то есть это призвание Израиля каким-то образом связано с землей на которой мы живем и с первых строк книги Библии это прописано и это как хозе как договор у адвоката находится у миллиарда или у миллиардов людей в домах и несмотря на это тьма которая сегодня поражает народы пытается переписать это контрактное заявление между Богом и Израилем о земле на призвание Израиля повлиял махмаа или признание Авраама Мехиседеком вы помните была там война на Ближнем Востоке у нас здесь и Авраам и какая-то небольшая группа его людей погналась за теми пятью царями и отбила у него всех пленников включая Лота и когда Авраам возвращался с победы а он был далеко не воин он был пастух ему навстречу вышел Мелхиседек и написано Мелхиседек царь Салимский вынес хлеб и вино он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал благословен Авраам от Бога Всевышнего Владыка неба и земли благословен Бог Всевышний который предал врагов твоих в руки твои Авраам дал ему десятую часть всего почему я остановился вот на этом стихе потому что Мелхиседек в древнем мире был очень важная фигура не знают кто он на сто процентов еврейский медраж чаще всего склоняется что он был царь Салима то есть жил там где Иерусалим и был царем и многие думают что это одно из имен Шема потому что если вы посмотрите диаграммы кто сколько жил то Шем в то время еще жил кто помнит такой Шем Сим то есть сын Ноя он еще был жив ему было шестьсот с лишним лет и он благословил своего прямого потомка который от Господа принял это повеление стать светом разрушающемуся миру и когда Ишуа позднее говорит своим ученикам вы свет миру то по сути он повторяет все те вещи которые в свое время может быть немножко другим языком но были сказаны и Аврааму и народу Израиля яэра дунай панавеллеха и восветит Господь над себя лицом своим и ты будешь светом ты будешь отражать вы свет этому миру это все с одной темы говорящая об одном и том же интересно что когда Авраам совершил победу над этими пятью царями царь Содомский говорит ему бери все что завоевал только людей моих отдал а Авраам ему говорит даже шнурков твоих не возьму это очень сильно отличается от действий Ахана во времена войн Иисуса Навина помните как он простил руку свою и взял чего-то и навлек в заклятие да и здесь очень важно быть как бы вот Авраам пекся он знал что у Израиля должна быть определенная определенный уровень святости и неприкосновенности со всем тем что является заклятым это не значит что мы являемся стерильной нацией мы имеем особенно сейчас массу грехов и тогда массу грехов имели но есть определенный уровень куда заходить нельзя к сожалению я думаю что вот мы сейчас живем в то время когда мы допустили переходы красных зон и поэтому вот сейчас все то что случается с нами нуждается просто в покаянии здесь мы также читаем что когда Господь говорит с Авраамом он обещает ему что у него будет потомство не только физическое наследие но будет еще и духовное наследие я чуть позднее про это больше скажу но вот одно из мест писания Бытие 17 глава 4-6 стих здесь сказано вот завет мой с тобою ты будешь отцом множества народов то есть не только еврейский народ произойдет от тебя поэтому нам как бы мы не то что гордимся для нас это большая привилегия и вы знаете я один раз был в определенной встрече с нашими израильскими арабами которые последнее время стали себя чаще называть не израильские арабы как они себя называют кто-то знает палестинцы ну многие говорят мы палестинцы мы у нас гордое имя палестинец но я уже говорил на эту тему немножко палестинец это чисто мифическое название оно не присутствует нигде но были плештим жили в земле израно филистимской плеша это оккупант они происходили вообще не от Авраама это были сыновья Ефета это были с Крита то есть Греции греки которые племена греков польшу оккупировали ту часть которая в Газе и все воины Израиля очень много были с ними и вдруг сейчас арабы которые по своему генофонду являются так же как и евреи прямыми потомками Авраама вдруг говорят не мы плештим и я имел такое дерзновение сказать определенной группе верующих арабов христиан которые себя гордо называли вы отрекаетесь от своего отца праотца от Авраама вы хотите быть там и писание здесь говорит Авраама будет много народов какие-то народы как Израиль как арабские определенные группы известны но мы знаем что у Авраама была еще одна жена Китура помните от нее родилось шесть сыновей или семь я путаю шесть и он их отправил на восток и это пророчество я уверен сработало и от каждого из них тоже родились дети детей детей и возможно есть целые народы которые по своему генофонду также являются детьми Авраама и я небольшой сторонник движения эфрамитов кто знает такие эфрамиты слышали да ну скажем так одно из утверждений эфрамитов они веруют в Ешуа и все такое но они считают что все верующие на земле сегодня даже из язычников это тем или иным образом люди имеющие в себе кровь Авраама нет кровь то есть имеет гены я всегда очень сильно противился такой теории потому что я уверен что благодать Господа нашего Ешуа Мессии работает прорываясь через любой генофонд но думаю что из-за вот этого пророчества вполне возможно если сделать хорошенькую проверку на гены очень многие из тех которые верующие и возможно даже не любят Израиль и не имеют откровения об Израиле если бы их хорошо качнуть на гены то там можно было увидеть линию которая идет к Аврааму но это так просто предположение и отвлеченный такой выпад который я сказал можете его забыть очень интересное призвание Израиля определяет Господь Бог тоже Аврааму через момент когда он попросил Авраама совершить Акиду Акида с Ивритой значит связывать кого Авраам Бог попросил Авраама связать Исхака помните и сказал и ты возьмешь Исхака и принесешь его в жертву на горе моря это 22 глава я не буду ее разбирать но после того как то что там случилось случилось написано с 22 глава бытия с 15 стиха вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал мною клянусь говорит Господь так как ты сделал с ее и не пожалел сына твоего единственного то и после этого он определяет для Авраама и его потомков три принципиальных момента которые связаны со всем тем что я говорил до этого момента я просто вот так построил этот урок чтобы показать что эти слова Господь определяет для Израиля раз за разом и они высвечивают то призвание которое не обязано быть очень броским но оно очень веское кстати это вот вот такое призвание периодически в Писании мы видим как нечто случается с какими-то личностями и как Господь для них определенным образом провозглашает через других людей но в данном случае это Господь говорит какие-то истины к примеру отвлекусь просто на момент просто хочу сказать что это такой литературный прием Писания и Святой Дух постоянно использует его помните когда родился Ешуа и чуть-чуть подрос его понесли в Иерусалим благословить в храме это Лука вторая глава написано и взял его в руки Симеон Шимон помните это слово чтобы было понятно про Шимона написано не только в Новом Завете Шимона Цадик это имя мелькает и в Талмуде тоже то есть это личность которая была в Иерусалиме и подтверждена так вот Шимона Цадик берет Ешуа в руки и говорит для него просто характеристику для его будущей жизни сей лежит на восстании и падении многих это факт были люди кто был поднят Духом Божьим благодаря вере были те кто был просто брошен вниз из-за неверия второе он говорит сей есть свет для просвещения язычников помните тот который укажет язычникам правильную дорогу то есть царь Давид пользуется таким же языком и говорит слово Божье свет или светильник ноге моей и он говорит про Ешуа Симеон еще говорит такие слова и славу народу твоему Израилю то есть восстановит славу слэш призвание Израиля потому что Израиль на определенном этапе стал уходить очень сильно в сторону и даже сегодня ну или тем более сегодня мы далеки от того понимания что есть призвание слава та внутренность мы на собраниях неоднократно говорим на эту тему и цитируем Иезекииля я цитирую Иезекииля там где написано я верну вас из всех стран ваших и очищу вас от мерзостей и верну вам сердце плотяное и дух мой наполню вас то есть эти слова можно читать буквально можно аллегорично что Господь Бог хочет восстановить в нас тот стержень который был в Аврааме в Исхаке и в Якове и вот здесь ангел Господень говорит три характеристики для израильского народа которые никто никогда больше не отменял первое он говорит такие слова я читаю 17 стих первую половину здесь сказано я благословляю благословлю тебя и умножаю умножу семя твое то есть семя твое станет многочисленным как звезды небесные как песок морской то есть это разность в потомках одни потомки как звезды а другие как песок и непонятно здесь кто кто есть кто но наверняка это говорится то же самое о чем еще позднее говорит или пророк говорит и будет у тебя еще одно стадо помните то есть Израиль по плоти те которые уверуют и привьются то есть восстановятся в славе принадлежание Господу и неевреи здесь говорится то есть два сорта потомков одни как звезды а другие как песок я повторюсь я не знаю кто здесь звезды кто песок евреи или язычники это не так важно здесь важно говорит что у Авраама будут дети и физические и духовные и послание Галатам очень четко говорит на эту тему кто помнит Галатах сказано Бог говорит через Павла язычникам и вы есть через веру суть дети Авраамовы очень часто верующие говорят мы дети Божьи ну это тоже нормальное определение но в первую очередь в земном и в благословенном порядке дети Авраамовы то есть первая часть благословения и призвания Израиля что они размножатся и это будет народ который знает Господа Бога и это будет народ обширный не только из евреев но из неевреев Божий народ его можно назвать второе и овладеет семя твое городами врагов твоих это на русском так написано а на еврите написано что твои потомки завладеют вратами вратами врагов как переводится с аккадского языка Вавилон Бавель врата Элим то есть вы твои потомки будут воевать с Вавилоном и здесь я люблю вставлять небиблейское слово твои потомки будут анти Вавилоном против Вавилона то есть задача твоих потомков будет в Вавилоне там где люди запутались выхватывать оттуда людей и приводить их в свет Божий и Павел в Колоссянах говорит избавивший нас от тьмы и приведший в чудный свой свет и это задача любого верующего человека но прежде всего это призвание Израиля показывать истину повторюсь сегодня Израиль не в самой лучшей кондиции со всеми религиозными нашими штуками и нерелигиозными в нашей среде выросли самые крутые религиозные авторитеты и самые крутые в мире атеисты но если мы обращаемся к Господу Богу то Он исправляет и возвращает нас к основанию и третье благословение вот здесь вот 22 главе 18 стих и благоцеловятся всеми твоим все народы земли за то что ты послушался гласа моего и здесь мне не надо толковать этот стих потому что его истолковал апостол Павел и он говорит здесь в семени как бы об одном говорится то есть это прямое пророчество про Ешуа и так призвание народа Израиля быть нацией которая ищет святость будьте святы как я свят она состоит из Израиля и из присоединившихся язычников через Ешуа ставшими детьми Авраама воевать против врат Вавилона каким образом живя свято и родить Машеха который помните я говорил про нож инструмент Божий острие это верующие а это острие острия Машех это тот на котором строится все я продолжаю почти все обетования которые Бог сказал Аврааму он подтвердил и Ицхаку и Якову но я просто хочу указать на всего лишь несколько одно из одно из один из статусов с которым жил Авраам на этой земле его называли князь Божий вы встречаете это место в Писании и написано в Бытие 23.6 пришли к нему там с Герара и с этого люди сказали господин это когда он Хеврон пришел хоронить свою жену ты князь Божий посреди нас Сар-Эль то есть ты представляешь Господа Бога на земле потом когда жил его сын Ицхак пришли к нему тоже люди с Герара и сказали давай мы с тобой заключим завет ибо ясно увидели что Господь с тобою то есть ну это то же самое Сар-Эль представляющий Господу или то что ты с Господом находишься здесь с Им-Эль Им-Эль Шадай и подобные слова обращены к Иакову помните Иаков борется с ангелом и побеждает ангела Исава и потом его этот ангел благословляет и нарекает ему имя какое Исраэль и ангел дает ему интересную интерпретацию он говорит ибо Сарита Сарита это бороться им-Эль но этот ангел это ангел Исава и он хочет ему дать на радость его победы насыпать немножко соли чтобы у него щепело и он говорит Сарита им-Эль ты боролся с ангелом ну боролся но если мы смотрим значение имени Исраэль Ие Сар-Эль будет князь Божий и суть этого очень проста когда Израэль начинает думать о себе что он один из многих народов становится тот который Сарита борется с Богом в тот момент когда возвращается к себе и начинает искать Господа Бога начинает быть представителем Бога на земле Сар-Эль ну это по писанию и вы все знаете историю как это работает для патриархов было абсолютно понятно что они выстраивают цепь то есть цепь которая объединит целую группу людей которые жили которые живут или которые будут жить потому что для Бога все живы мы знаем и эта цепь называется антивавилон и Исаия очень интересно говорит в 41 главе с 14 по 15 стих он говорит не бойся череп Израиль Яков малолюдный Израиль я помогаю тебе вот я сделаю тебя я вам приводил пример ножа с острием а Исаия говорит вот я сделаю тебя острым молотилом новым зубчатым ты будешь молотить и растирать горы и холмы сделаешь как мякину то есть какой-то инструмент который просто разрыхляет в ничто горы и здесь не подразумевается что Бог хочет уж сильно использовать еврейский народ для ландшафтного дизайна тех или других мест на земле здесь подразумевается горы нечестия холмы неправды там где есть восстание против Господа Бога то Израиль как молотила будет разрушать и убирать вся эта тема с второй сейчас чуть позднее больше скажу с теми постановлениями или принципами жизни с которым жили наши патриархи определяют не только сегодняшний образ или уклад нашей жизни интересно что книга откровения когда говорит о новом Иерусалиме 21 глава откровения которая спускается вниз он говорит что основание того города на 12 патриархах 12 ворот именами патриархов и там 12 апостолов имена их в основаниях то есть мы видим что некая конституция святости она определяется даже до вечности ну я уже говорил и повторюсь из Израиля должен произойти Машия который произошел это было уже и Израиль также назван священником Божьим опять-таки я говорил об этом что священодействие жизнь святости в те времена стоять с жертвоприношениями в лаалбин обилять народы через допустим если вы вспомните жертвы на суккот когда 70 жертвоприношений приносилось за все народы мира такое было частью религиозного обряда священник который ходатайствует у Израиля было назначение даже когда он бывал в изгнаниях и основными изгнаниями Израиля это были бывшие вавилонское изгнание ассирийское то что он был под властью Греции Рима великое изгнание там где многие из нас заразились тумой нечистотой но в то же самое время прикоснувшись к тем народам дали им почувствовать какую-то божественную искру случившееся на горе Синаи Тора и эта тема сама по себе очень большая я скажу ее только очень короткими словами Тора это не только записанное записанное откровение доступное для человеческого разума в сути Торы сокрыты духовные законы Ешуа когда-то сказал ни одна йота не придет из Торы пока все не исполнится помните это слово если перевести эти слова на нормальный язык буквы Торы или Тора это не просто рукописание это духовная суть которая удерживает все Божье творение в балансе и если из этого баланса убрать хотя бы один ют то все падет то есть все мироздание и физическое и духовное удерживается теми словами которые Бог называет Тора которая вышла из его уст часть мы понимаем часть нет но Израиль был призван к исполнению некоторых из этих частей которые мы толком не понимаем для чего мы делаем к примеру для чего мы храним шаббат можно миллион всяких объяснений сказать так и так но мы до конца не понимаем в чем суть этого шаббата или кашрута ну съел ты этого поросенка что тебе плохо но Господь сказал делай это есть какие-то духовные составляющие во многих митцвот которым Израиль был призван и когда мы делаем их в своей простоте мы невозможно мы влияем на нечто большое я когда-то еще много лет назад был на одном курсе когда в армии был в этой армии и на эту тему разговаривал с одним учителем ешивки который тоже тогда вот обычно они не очень не особенно служат но тот был директор религиозной школы и он был вместе со мной там на Милуиме на курсе и он сказал мы видим в заповедях только как вершину айсберга что-то чуть-чуть торчащее над водою там снизу есть нечто огромное и когда мы можем это по мере наших сил нести мы каким-то образом участвуем в великих делах Торы Израиль в свое время выстроил я руками Соломона неважно Бейтамикдаш и это опять-таки связано со священством это связано со словом Лаван Ливан даже кедры ливанские были Ливан от слова Лаван сейчас наш Ливан не очень Лаван и оттуда стреляют по нам но у Израиля было призвание обелять мир рождением Ашеха и последующий Новый Завет наверное все я хотел так расширенно поговорить сегодня я говорил с вами и про небеса и про землю дал вам информацию к размышлению ну и наверное в заключении просто повторю какие-то вещи очень быстро даже малые вещи происходящие с Израилем резонируют на весь внешний мир к добру или к злу эти резонансы бывают очень сильными то есть если мы ведем себя правильно есть благословение когда мы ведем себя неправильно огонь зажигается я напомню слова даже не очень понимающих Израиль христиан что Израиль является чем-то особенным в руках Господа Бога и очень важно к этому относиться бережно христианство без Израиля то есть мы типа их не знать не знаем это как люди с луны если верующие в Мессия хотят быть если верующие в Мессию хотят быть активными и живыми то не только заповедь будьте святы как я свят важна правильное взаимоотношение с Израилем очень важно и важно говорить правду вы знаете есть такое юдафобское юдафильское юдафильское любовь к евреям у многих христиан когда они ааа Израиль у нас есть много минусов и важно минусы эти исправлять но важно смотреть за теми мотивами которые у многих христиан возникают по отношению к нам особенно в свете сегодняшнего дня и следите если там зажаждаются ростки ненависти то это очень опасно давайте помолимся небесный отец благодарим тебя что твоя милость позволяет нам быть вместе прошу тебя господь веди нас путями правды и истины прости грехи наши прости грехи Израиля помоги нам господь всегда знать к чему мы призваны для чего ты создал эту землю как нам быть антивавилоном как нам говорить истину чтобы она была услышана я молю тебя господь за каждого из нас помоги нам быть светом сверхъестественно благослови нас я прошу тебя за каждого за семьи каждого за солдат в наших семьях верни их здоровыми и целыми с войны благословенными и дай нам господь видеть скорую победу мы благодарим тебя за это время вместе пашем ешуа амашиах веймру амэн 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 и амэн и и